Трасса 101 Приветствую! В эфире Трасса 101. Владимир Сметанин. Водительский стаж 12 лет. Не нарушает. Почти. В феврале этого года Государственная Дума рассмотрит законопроект, предусматривающий штраф 10 тысяч рублей за использование автомобильных шин не по сезону. По словам одного из авторов документа, депутата Евгения Москвичева, штрафы должны быть сопоставимы со стоимостью комплекта резины. Парламентарий уверен, что норма будет принята и начнет действовать к следующей зиме. Кировские автолюбители ее поддерживают. Я считаю, очень разумно. Все правильно, так и надо делать. Идея здравая, так как аварийность, на мой взгляд, будет гораздо меньше. Считаю, что резину нужно соответственно сезону. Автолюбители становятся потенциально опасным как для пешеходов, так и для окружающих водителей. Добавлю, с 1 января 2015 в России, Казахстане и Белоруссии водителям в зимнее время запрещено ездить на летних покрышках. Трасса 101 Ближе к лету этого года российское правительство, сообщает газета РУ, может принять постановление, позволяющее региональным властям устанавливать список мест, проезд по которым разрешен автомобилем с определенным экологическим классом. К примеру, не ниже третьего. Такие зоны будут обозначены специальными дорожными знаками. Нарушителям придется платить 500-рублевый штраф по статье 12.16 Коап. Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. Возвращение программы льготного автокредитования возможно при условии снижения ключевой ставки Центробанка, которая сейчас составляет 17%. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, пока ставка рефинансирования высокая, выдавать льготные автокредиты нецелесообразно. Возобновить программу просит, а вернее умоляет, в том числе Ассоциация Российские Автомобильные Дилеры. Она предвидит резкий спад продаж авто. Трасса 101. Верховный суд России обязал страховые компании возмещать в рамках ОСАГО расходы на эвакуацию автомобилей после ДТП. Также должны компенсироваться затраты на хранение машин на стоянке, доставку пострадавших в больницу и восстановление поврежденных дорожных знаков или ограждений. Кроме того, страховщики отвечают рублем за утрату товарной стоимости транспортного средства. На этом все. До понедельника. Трасса 101.